ассалам алейкум этот ролик я хочу сделать для того что у меня спросили есть один друг у нас поинтересовался насчет растормошки в предыдущем ролике я сказал что допустим если ты берешь машину он говорит что я хочу взять машину с германией если эта машина соответствует самой германии если это германская машина растормошки нету можешь свободно ее покупать и привозить к себе но у вас там возможно естественно будет растормошка только 1 еще на что нужно обращать внимание когда берете машину все документы должны быть на одного человека если там будет двое имен это уже дилеры вы покупаете машину не у самого собственника а покупайте у дилера перри покупаете единственное следите за тем когда покупаете машину на документы обращайте внимание везде должно быть одна фамилия одно имя, но везде одинаковое должно быть имя и фамилия. Как я уже сказал, если две будут меняться, если, допустим, в техпаспорте будет, допустим, Вячеслав, а на, допустим, в страховании будет другое имя, допустим, Андрей, это уже получается, что вы перепокупаете машину. А насчет растормошки, некоторые люди едут в Германию, покупают американские машины. Естественно, там она растормаживается, потому что она не соответствует этой стране. Если едете в Германию, покупаете германские произведения, машину производства. Если едете в Америку, покупаете американскую, так вы избегаете расторможек. Какую вам машину надо, в то место вы двигаетесь. И еще, сегодня же я сниму ролик. Ролик будет о том, покажу полностью машину. И еще один секрет дам большой вам. Там, в общем, на приборе отображается, отображается, в общем, одно место, я его укажу, покажу. Это связано с тем, что машина заново собрана или нет. Потому что я на собственном опыте обучился этому. Мне попалась собранная машина. Потом мне показали, что как нужно следить за тем, чтобы тебе не попала в руку такая машина. Это самое важное в покупке машины. Ну, это потом. Всем пока. Ассаламу алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...